В мирном детей будут учить правильно говорить на языке Саха. Здесь одним детским кружком стало больше. Теперь ребята будут изучать якутский язык на базе центральной библиотеки. Как говорят организаторы, занятия рассчитаны на детей, которые хотят не только знать язык, но и ознакомиться с историей культуры народов Саха. На первом занятии побывали мои коллеги из Алмазного края. Все вместе! Идея открытия детского кружка принадлежит выпускницам Якутского университета Нергуяне Сутаковой и Людмиле Фёдоровой. Их начинание поддержало руководство центральной библиотеки. Каждый народ должен знать свою культуру, свою историю и свой родной язык. Мы хотим, чтобы наши дети разговаривали на своём якутском языке. Кружок посетят дети разных возрастов. Количества желающих немало. Они записались, чтобы закрепить знания якутского языка и узнать побольше о своём родном крае. В школе и детском саду мои дети разговаривают на русском. А дома мы редко разговариваем на родном языке. Так что рады открытию кружка. Всё начинается с простого знакомства. На первом занятии дети учились представляться. Получилось неплохо. На занятиях скучно не будет, уверяют организаторы. Увлекательные беседы, национальные игры заинтересуют всех. Занятия не только беседа, а в игровой форме. Будем там играть играми наших предков, например, хабылык, хамска. Дружить с родным языком – а значит быть носителем культуры, традиций и истории своего народа. В этом убеждены руководители детского кружка Чоранчик. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».